Тема истории Саровской пустыни неисчерпаема. Над ней трудились не одно поколение саровских краеведов. В этом году отмечается 120 лет со дня канонизации преподобного Серафима Саровского. Тема примечательна и символична, что в Майковке, в музее редкой книги, появились экземпляры газеты «Сарова. Сатевские ведомости». Их подарил библиотеке Валерий Ганькин, один из членов городского исторического объединения «Саровская пустынь». Часть выпусков ему подарил издатель газеты и основной автор статей Игорь Макаров. А часть выпусков газеты досталась Валерию Николаевичу от его дяди краеведа. Это газеты 90-го и 91-го года, 2-й, 6-й и 7-й выпуски об истории Сарова, Саровской пустыни и вообще знаменитых людей. Например, история пребывания Суворова в Арзамасе или высказывания известных знаменитых личностей, деятелей истории и культуры о Серафиме Саровском. Также фонд библиотеки Валерий Ганькин передал выпуск «Рассказ газеты», который ему подарил Тамбовский издатель. В газете на первой полосе написано о новой книге Марины Климковой «Саровская пустынь. Два века истории и культуры». В музее книги проходит выставка «Шедевры в медалях». На ней представлены три коллекции драгоценных медалей и плакеток императорского монетного двора. Романовой, императорская династия России, шедевры мировой живописи и Альфонс Муха, времена года. Редкие книги по медицине до революционного периода издания преподнесла в дар читателям Маяковки заслуженный ветеран города Валентина Пономарева. Также недавно один из жителей Сарова передал в библиотеке редкое старопечатное издание «Четвероевангелия 18 века». Сам он рассказал о том, что эта книга была найдена им в погребе избы в одной из местных деревень. От бабушки ему досталось. Переплет книги выполнен из дерева. Сверху покрыт металлическим окладом с чеканным изображением. На передней крышке и корешке – сцена из Евангелия. На задней крышке – изображение Николая Чудотворца. Текст украшен буквицами и заставками. В конце книги помещены таблицы евангельских чтений по годичному кругу, по месяцам и по разным богослужебным поводам. Не перечислить всех дарителей, которые передавали читателям Маяковки, будущим поколениям, замечательные издания. Среди них и Радий Иванович Илькаев, и протеерей Владимир Кузнецов, который несколько лет назад подарил замечательное издание «Библия 1790 года». Здесь можно полистать и красочные каталоги аукционного дома в Дюссельдорфе. Которые передал Владимир Пухов, владелец галереи «Русская икона». Посетить музей книги можно в часы работы библиотеки Маяковского. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.